Обзор на три NFT проекта с их предстоящими сейлами. И первая коллекция на рассмотрение это Kahiru. 134 тысячи подписчиков в твиттере. Формат NFT 3D присоединились в январе 2022 года. Из моих инфлюенсеров всего лишь 4 человека. Всего 81 пост, твита. Первый вышел 21 февраля. Пока в таком закрытом виде, сникпика. Ну и сразу хочу обратить внимание, что 7400 лайков поставлено на самый первый пост. Но это однозначно накрутка. Здесь едва ли наберется 10% настоящих пролайканных людей. Поэтому, в принципе, это видно уже, что по многим постам, лайкам, что все накручено. Но так делают сейчас большинство проектов. Поэтому, ладно, опустим этот момент. И здесь нам, видим, появляются первые сникпики за участие в розыгрышах. Разыгрывают общие места, вайт-листы. Еще один сникпик. Такой ядовитый чувак. Еще один. Девушка уже. Дискорд сейчас проекта закрыт. И, как они пишут, доступ только по инвайтам. Девушка-вампирша. С короной. Еще одна. Такого вот сделали чувака на 100 тысяч подписчиков. Вот еще один сникпик. Ну и в целом, что сказать о проекте. Как мы видим, вот, например, пост 28 марта. Нужно было зафоллоить их аккаунт, редвитнуть, лайкнуть пост и тегнуть друга. И набралось 30 тысяч лайков, просмотров, комментариев. Ну, это очень много. И, в принципе, создатель даже не парится о том, что они накручены. Все это очень легко читаемо. Плюс, также отмечу, что так как это 3D-коллекция, то она подойдет, если и подойдет, только для быстрого флипа. То есть, если у вас есть вайт-лист, именно бесплатный вы его получили, то, в принципе, наверное, можно будет заминтить для того, чтобы быстро флипнуть и получить какую-то прибыль. Но если у вас нет вайт-листа, то покупать я его, в принципе, не советую. Ну, так же, как и минтить на паблик-сейле, если он вообще будет. Потому что здесь писали, что будет, но они не планируют вроде как паблик-сейл, то есть FKFS распродажу. Так же и не будет датского аукциона, голландского. То есть, возможно, все для вайт-листеров уйдет. Ну, либо же по какой-то системе рафла. Поэтому, если есть VL, который вы сами добыли, то, в принципе, можно заминтить. Если хотите покупать, не советовал бы. Ну, и так же, как покупать со вторичного рынка. Коллекция чисто для быстрого флипа, не более того. Второй проект — это мем с 22 тысячи подписчиков в Твиттере. Есть свой медиум. Но тут особо ничего нет пока интересного. Только Genesis история. Вот тут рассказывается что-то про вот эти мемы и не более того. В фолловерах уже есть хотя бы какой-то список людей, которых их читает. И, ну, это о чем-то уже говорит. Коллекция выполнена трушным таким художником. Тодемакси. 6 тысяч NFT в коллекции. Ну, интересно, они закрепили запененный твит у них. Это Hello World. То есть, и все, больше ничего здесь, никакой информации. Хотя, как правило, здесь что-то размещают более такое полезное. Ну, опять же, типа мем. Запустили Твиттер 1 марта. И мы видим то, что 2 марта уже набрали тысячу подписчиков. Но это как бы нормальный результат. Хотя здесь тоже уже слишком много достаточно лайков. Видимо, тоже поднакручено. Но не как в проекте Кахиро, по крайней мере. Ну, и еще спустя сутки набирают уже 5 тысяч подписчиков. Каждый пост, в принципе, не несет какой-то смысловой нагрузки. Просто что-то мемное. Рассказывают о себе чуть более подробнее. Но не более того. В основном скидывают именно просто какие-то картинки, сникпики будущей коллекции. То есть, какие-то приключения с этими мемами NFT. На такой стадии сложно сказать, выстрелит проект или нет. Но, по крайней мере, меня привлекает то, что они не парятся о том, что надо там создавать дорожную карту, что-то там о себе рассказывать, расписывать. Вот в целом просто чилят на вайбе, на расслабоне. И скидывают какие-то смешные мемы. За проектом однозначно наблюдаю. Он у меня в закладках. Вот как что будет позже, уже сообщу. Ну, ей нравится опять же supply 6000 NFT. NFT достаточно небольшой. Цена, я думаю, тоже не будет у них достаточно высокая. Наверное, в районе 0.1-0.15 эфиров. Ну, вряд ли будет 0.2. Хотя, все же тоже посмотрим. Ну, и третий проект. Это Lonely Pop. Запустились совсем недавно, в марте этого года. Нет еще 50 тысяч подписчиков даже в Твиттере. Но из списка инфлюенсеров уже 13 человек из моего списка. Вот все эти люди. Тут есть и бояки, и панки, и кулкетсы на аватарках. И азуки даже. Коллекция сделана двумя художниками. Они открыты. В Твиттере можете посмотреть. 17 тысяч подписчиков. И тоже 12 тысяч. Ну, и мы видим. Вот их первый пост от 19 марта. Здесь уже тоже достаточно такое большое количество лайков, ретвитов. Опять же, часть из них накручена. Держим это в голове. Что за такие Lonely Pop есть у них целая ветка. Можете почитать. Их идеология. Но в целом тоже ничего такого полезного. В плане того, что насколько будет выгодно это все минтить и так далее. Просто чисто узнать историю. Но опять же, такой некий Storytel или лор у проекта имеется. NFT выглядит достаточно так, ну, необычно в целом. Хотя я бы, конечно, наверное, поменьше немножко деталей сделал. Немножко перенаграммождено. Когда особенно встраивать это, например, в Аватар. Свой PPP в Твиттере. Либо еще где. Там это немножко будет сливаться. Но тем не менее. Ну и в постах тоже так читается, что они не заморачиваются насчет того, что будет у них в будущем. Чисто рассказывает пока что про свою коллекцию. Что она из себя представляет. Знакомит с персонажами и так далее. Ну и остальная информация. И Discord появится, пишут что-то не скоро. Так как присоединились в марте, скорее всего, сам минт будет еще не так скоро. Где-то, наверное, в, не знаю, июне месяце, возможно. Смотря на сколько все это у них затянется здесь. Вот поэтому тоже проект закладки. Мне он показался достаточно интересным. Буду следить. Ну, вы следите тоже, если хотите. Вот такие вот обзоры на три проекта. Ну, первый Кахиру я разобрал, потому что меня, в принципе, о нем многие спрашивали, стоит ли иметь или нет. Вот. Ну, сам я не считаю его таким крутым. Поэтому просто рассказал. Мемс проект еще получше все-таки, да. Ну, а Lonely Pop еще лучше. То есть, если берем по списку топ-1, это именно Lonely Pop. Мемс на втором месте. Ну, и Кахиру на третьем. А на этом у меня все. Надеюсь, было полезно. Подписывайся на мой телеграм-канал, на мой твиттер. Скоро будет 9000 подписчиков. Заглядываем в коллекцию 99dutes. Также напомню, что у меня есть приватный канал. Вход стоит 500 долларов навсегда. Там я скидываю NFT сейлы, в которые сам захожу. Поэтому, если интересно, пишите в личку. До новых встреч. Продолжение следует...